А в это видео попадают вот эти крутые пацаны. Напиши свой крутой комментарий, и тогда ты тоже сможешь попасть в видос. Погнали! Ватсап, с вами Бакси. Если ты хотя бы раз играл в GTA San Andreas, то скорее всего знаешь, что в самом начале главный герой игры CJ это дрыщавый нищеброд в дешпанской маечке, которого никто не уважает, и в кошельке у него есть всего лишь 350 долларов. Так продолжается какое-то время, пока постепенно, за каждое задание ему не начинают платить больше и понемногу уважать. Но все-таки более-менее серьезные деньги Карл начинает иметь только когда попадает во второй город, и вообще нормальное бабло он начинает зарабатывать уже в третьем городе под названием Лас-Вентурас. Таким образом, приблизительно под конец игры он зарабатывает свой первый миллион. Согласитесь, что все это слишком долго и несерьезно. Конечно, можно использовать читы или какой-то скрипт, и тогда у Карла будет сразу куча бабла. Но как по мне, это слишком легко и неинтересно, в отличие от метода, о котором я сегодня расскажу. Возможно, кто-то знает про данный способ заработка, а кто-то нет. Поэтому, если ты знал, просто напиши об этом в комментариях. Короче говоря, сегодня я расскажу вам о том, как стать миллионером уже в самом начале игры в GTA San Andreas, не используя при этом никаких читов. Итак, как я сказал ранее, в самом начале у Карла есть 350 баксов. Конечно, по схеме, о которой идет речь, можно начать зарабатывать и с этой суммы, но тогда нам понадобится немного больше времени. Поэтому я бы посоветовал собрать хотя бы 1010, а в идеале 50. В принципе, вообще, чем больше вы соберете, тем лучше. Но я думаю, больше 50-60 тысяч можно и не копить. Собрать эту сумму очень просто, и делается это быстро. Например, можно убивать наркодилеров или выполнять миссии пожарного. Кстати, гилеров в начале игры встречается много, и с одного такого барыги можно спокойно собирать примерно 2500 баксов. Таким образом, убив 4-5 наркоторговцев, у вас на руках уже будет 10-12 тысяч. Также, можно выполнить миссии пожарного, всего их 12, и за все эти задания вы сможете заработать 45 тысяч долларов, при этом потратив всего лишь 10-15 минут своего драгоценного времени. А также, помимо этого, вы получите стойкость к огню, и если в Карла кинут коктейль молотова, или он просто попадет в огонь, никакого вреда он не получит, что, кстати, актуально в начале игры, поскольку в дальнейшем нам встречаются миссии, связанные с огнем. Конечно, еще есть миссии скорой, полиции и такси, но платят там мало, а на задания уходит много времени. Поэтому я бы не рекомендовал их для быстрого заработка, хотя их прохождение тоже дает СиДжею свои преимущества. Например, выполнив все миссии скорой, у вас в 2 раза увеличится здоровье, а выполнив все миссии полицейского, у вас увеличится запас прочности бронежилета. Поэтому лично я использовал такую схему. Когда в начале игры СиДжей появляется в переулке, сразу бежим и угоняем любую машину. Давим парочку балласов, подбираем выпавшее с них оружие, и едем выполнять первую миссию. Пройти ее нам понадобится для того, чтобы появилась возможность сохранять игру. Встречаем Биг Смоука, трем с ним за жизнь, прогоняем за ставки, удираем на велобайках от балласов и сохраняемся. На этом с миссиями можем пока закончить. По крайней мере, чтобы стать миллионером, они нам уже не понадобятся. Сохраняемся и начинаем охоту на барыг. Катаясь по району за 10-15 минут, я убил 5 барыг, и на счету у меня уже появились первые 10 тысяч долларов. Дальше едем в это место на карте. Тут всегда стоит пожарная машина. Садимся в нее, жмем плюс, проходим миссии пожарного, потратив на это тоже примерно 10-15 минут, и всего зарабатываем 45 тысяч. Согласитесь, неплохо. Теперь у меня на руках уже почти 60 тысяч долларов, а также Карлу не страшен огонь. Садимся в тачку, едем вот сюда и покупаем этот дом. Он нам нужен для сохранения, потому что находится рядом с местом, где мы будем становиться миллионером. Конечно, его можно и не покупать, а сохраняться на Гроу-стрит, но если его все-таки купить, в дальнейшем это сэкономит нам время на поездки. После того, как мы выполнили все эти элементарные действия, переходим к основному. Сохранившись в новой квартире, выходим, прыгаем в тачку и едим вот сюда. Собственно, здесь мы и станем миллионером. Здесь находится тотализатор, или же букмекерская контора, в которой мы будем делать ставки на скачки и побеждать, что и принесет нам миллионы. Дальше все еще проще, чем было до этого. Всего в скачках принимают участие 5 лошадей, и мы можем сделать ставку на одну из них. На каждую лошадь свой коэффициент выигрыша. Но я советую не пытаться угадать, делая ставку на разных лошадей, а ставить на лошадь самым большим коэффициентом. Это либо 12 к 1, либо 11 к 1. Как вы уже поняли, друзья, суть заключается в том, что мы делаем ставку на лошадь с коэффициентом 12 к 1, и если она приходит первой, то наш выигрыш увеличивается в 12 раз относительно нашей ставки. Короче, как сделал я. Имея на руках 50 тысяч долларов, я поехал на скачки и сделал 2 ставки подряд по 25 долларов, и 2 раза лошадь проиграла. После этого я сделал третью ставку, но уже поставил все 50 тысяч, которые у меня были, и лошадь пришла первой. Коэффициент был 11 к 1, поэтому мои 50 тысяч долларов превратились в 600, и на это я не потратил даже 2 минут. Тут важный момент. После первого выигрыша не увлекайтесь азартом и езжайте сохранить игру. Сохранившись, возвращаемся на тотализатор и опять делаем ставки, только ставим уже по 600 тысяч, и в случае если проигрываем, просто загружаем игру и едем опять делать ставку. Поэтому мы и купили дом, так как отсюда доезжать реально быстрее и проще, чем от дома СиДжея. Так было и у меня. Примерно полчаса я делал ставку, проигрывал, загружался и делал ее опять. Но вот в очередной раз поставив 600 тысяч на победу лошади по кличке Небесная, мне улыбнулась удача, и я сразу выиграл 7 миллионов 200 тысяч долларов. А на счету у меня стало 7 миллионов 800. Я сразу поехал и опять сохранил игру. Но и этих денег мне показалось мало, поэтому я вернулся на скачки и сначала поставил 25 долларов. И проиграл. Но сразу после этого я поставил уже все, что у меня было, и я сам сначала в это не поверил, но лошадь, на которую я поставил, пришла к первой. И я заработал уже 93 миллиона 600 тысяч долларов, просто сделав пару ставок. Таким образом, на моем счету появился 101 миллион 400 тысяч долларов. Без счетов и скриптов. И это в самом начале игры, выполнив только одну, первую миссию. Конечно, после такого выигрыша у Карла сразу поменялась жизнь. И даже выбежав из букмекерской конторы, меня уже ждал новенький Porsche. Правда, его владелец об этом не знал, но дела не в этом. Теперь, по идее, можно было бы поставить и эти 100 миллионов и выиграть уже больше миллиарда. Но мне кажется, что и этих денег будет вполне достаточно, чтобы позволить себе все, что пожелаешь. Теперь СиДжей может покупать дома, одежду, тюнинговать машины, играть в казино, тусить в ночных клубах и не переживать о деньгах. Вот так всего за час из 350 долларов мы сделали 100 миллионов. Друзья, напишите в комментариях, какие вы знаете способы, чтобы быстро и много заработать в GTA San Andreas. И напишите, сколько всего денег вам удавалось собрать. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось. И не забывайте подписаться на канал, потому что здесь будет еще много интересных видосов про игры. Ладно, я погнал пилить ролики, а вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok